Первый канал продолжает серию репортажей о предметах и явлениях, которые изменили нашу жизнь. 160 лет назад был выдан патент на молочные консервы, которые со временем превратились в сгущенку, хорошо известную каждому у нас в стране. Иван Прозоров о том, откуда пошел вкус, знакомый с детства. Начинаем культурный обмен между Россией и Аргентиной. Для этого я взял баночку дульчи де лечи и хочу узнать мнение прохожих. Дульчи де лечи, аргентинскую сгущенку из Буэнез-Айреса с любовью привез журналист Ману Уиха. На его родине сладкое молоко считают национальной гордостью и своим изобретением. Поразительно, но в России этот вкус узнали без труда. Ну и какой вкус? Шоколад, сгущенка, печенье. Казалось бы, русский народный продукт производят в Швейцарии, во Франции, в Таиланде. Сгущенное или конденсированное молоко знает весь мир, после того, как технологию в 1856 году запатентовал американец Гейл Борден. В США молочные консервы, только без сахара, набрали невероятную популярность к середине 20 века. Почему у тебя дома только одна банка? Да потому что Грейси использует конденсированное молоко, где не попадя. Гляди, сливочный суп, подливка, толченая картошка, печенье, шоколадный пудинг. А это пустые банки. В России первый завод по производству сгущенки открылся в 1881 году под Оренбургом. Как ни странно, комбинат прогорел и закрылся. Продукция не пользовалась спросом. Только в Первой мировой войне сгущенку вновь стали выпускать для нужд армии. Во время Великой Отечественной она уже была стратегическим продуктом. Выдавали раненым, а в блокадном Ленинграде истощенным жителям, дозируя пипеткой. И лишь после войны пустили в массовое производство. Выпаренное молоко и сахар. Лакомство у нас прижилось. Сегодня только один завод на юге России ежегодно выпускает по 340 тысяч банок. Под Новый год сгущенка льется рекой. Первая вот эта декада новогодних каникул – это пик работы. Потому что коровки доятся даже в новогоднюю ночь. Видимо, все хотят на Новый год побаловать себя всякими вкусняшками. Поэтому покупают сгущенное молоко. Продукт интернациональный стал культовым именно в Советском Союзе. И именитые режиссеры не могли обойти стороной, что миллионы людей – страсть, как любили сгущенку. Я страсть, как люблю сгущенку. Сладко? Грандиозно. Именно так ложками обычно и уплетали любимое лакомство. Неслучайный наш советский Винни-Пох, в отличие от диснеевского, любил не только мед. А ведь в жизни тоже его белые собратья – мишки на севере – не могут устоять перед неизвестной текучей сладостью. Поэтому полярники, у которых на станциях всегда была сгущенка, знали – прикармливать нельзя. Опасный хищник. Добавки требовали. Остановились на задние лапы и рычали. И потом, ну, покормил ты его, а потом что он будет делать, если ему будет сильно нравиться? Скажут, ну дайте мне еще. И будет искать ходить. В экспедиции продукт берут неизменно. В Росрезерве даже ставили эксперимент. Банки пролежали на складе в Заполярье 30 лет. А после разморозки можно было спокойно есть. Питательное, вкусное, поэтому и входит в стратегический запас государства. Но на склады попадают лучшие из лучших. Ведь это раньше действовал советский ГОСТ. Молоко сгущенное, цельное с сахаром. Ничего лишнего. Сегодня же на прилавках много суррогатов. И подписывают их и сгущенка, и варенка. Ну, вы не отравитесь, но вас обманули. То есть, если в сгущенку введены какие-то растительные масла, ну, она не должна стоить так, как она стоит, цена его сильно завышена. Классическая упаковка и оригинальный рецепт не меняются уже больше 80 лет. Но с годами появилось поистине народное дополнение легендарного продукта. Кто изобрел вареную сгущенку в Советском Союзе доподлинно, неизвестно. По одной из версий, солдаты во время Великой Отечественной... Ой, горячо. Бросили несколько банок в котелок на костре. Ради интереса, что получится. Через несколько часов получилась карамельная, густая, темная, очень красивая и... Ммм, очень вкусная вареная сгущенка. Этот случайный опыт открыл невероятные просторы для кулинарных экспериментов. К примеру, сладким символом столицы стал торт «Москва» с прослойкой из сгущенки. Свой рецепт сладкой жизни есть и в каждой семье. А можно еще сгущенки возьму? В этом доме есть сгущенка, всему голова. За столом и бабушек, и внуков неизменно собирают вкус детства. Просто берешь белый хлеб, на белый хлеб сгущенки. Это я с детства помню. И этот вкус... Аж прям слюнки текут. И хоть прилавки сегодня ломятся от всевозможных сладостей, чего в советское время не было, каждый второй житель России по-прежнему свой день начинает или заканчивает с легендарной жестяной банкой на столе. Производит сгущенку по всему миру, но так, как у нас, не любят, пожалуй, нигде. И вам Прозоров, Дмитрий Олин, Алена Евтикова, Елена Штоколова и Наталья Родионова. Первый канал.